Мы воспринимаем смартфоны, компьютеры и полеты в космос как нечто должное. А ведь этого всего могло и не быть, если бы не вот эта маленькая штучка. Микропроцессор. Его появлению и развитию мы обязаны одной большой компании, которая называется Intel. В отличие от других тогдашних стартапов, Intel не начинала в гараже. Роберт Нойз, Гордон Мурэ и Эндрю Гроуф не были студентами или хиппи. Эти дяденьки уже тогда были известными инженерами, разработчиками и бизнесменами. Поэтому легко получили от инвестора около 2 миллионов долларов, придумали название Integrated Electronics и начали пилить первые микросхемы. Хотя Integrated Electronics все же решили сократить до Intel. И вот японская компания BiziCom заказала у Intel для своего калькулятора набор микросхем. В Intel подумали над схемой и сказали, на кой черт вам 12 микросхем, мы вот засунули их все на один кристалл. А потом посмотрели, что получилось, поняли, чем все это пахнет. И предложили японцам. А давайте мы вернем вам деньги, но оставим права на разработку себе. Так и вышло. В 1971 году на базе этого чипа вышел первый микропроцессор 4004, хотя термин микропроцессор появился позже. В 4004 было чуть больше двух тысяч транзисторов, производился он по техпроцессу 10 микрон. Это 10 тысяч нанометров. Для сравнения, современные чипы Intel делает по техпроцессу 14 нанометров. В следующем году появился 8008. Он уже работал на вдвое большей частоте 200 кГц. Но все эти модели пока что применялись в калькуляторах, а вот первый процессор для компьютера вышел в 1974 и получил индекс 8080. На нем работал Altair, компьютер с операционной системой CPM и интерпретатором Basic от Microsoft. Интересно, что если бы не его стоимость, 179 долларов, то вполне возможно, что Стив Возник выбрал бы его для компьютера Apple 1, и мы увидели бы первые маки на процессорах Intel намного раньше. Но жадный Стив увидел цену чипа MOS 6502, который стоил 20 баксов, и тут уже без вариантов, как говорится. Примерно в это же время у Intel взыграли амбиции. Компания начала разрабатывать новый и слишком инновационный продукт. 16-битный процессор с многозадачностью и управлением памяти. Он никак не вписывался в закон Мура. Все конкуренты, если бы у Intel получилось, догнали бы ее лет через десять, не раньше. Именно на проект IAPX 432 компания и сделала ставку. Но в 1975-м выходцы из Intel основали компанию Zilog и уже на следующий год выпустили улучшенную версию 8080, которую назвали Z80. Этот чип стал самым популярным восьмиразрядным процессором. Например, на нем работал легендарный ZX Spectrum. Кстати, в это же время AMD выпустила свой первый процессор AM9080, который был клоном 8080. Сначала неофициальным, а потом и по лицензии. Вот так. А Intel увязла с новым проектом, поэтому быстрый ответ конкурентам задерживался. Motorola, Zilog и другие уже работали над 16-битными чипами, а Intel ответить было нечем. 432 пришлось переделывать по 32-разрядной и создавать вторую команду, которая параллельно догоняла бы конкурентов. Делала улучшенный 8080. Летом 1978-го Intel показала 16-разрядный 8086, который был обратно совместим с предыдущей моделью, что позволяло использовать уже написанные программы. Фактически, пока продолжались мучения с проектом 432, Intel в короткие сроки сумела выпустить временное решение проблемы. Но, как мы знаем, нет ничего постояннее временного. Проект 432 обогнал время, его закрыли аж в 1986-м году, поскольку держать две линии разработки дорого, а перспективы были мрачные. Но это, к слову, не помешало в будущем Intel снова наступить на те же грабли. Вскоре появился урезанный вариант 8086, который для работы использовал не дорогую 16-разрядную шину, а 8-разрядную. Именно он был выбран для компьютера IBM PC. 5 МГц, 64 килобайта оперативной памяти. Ммм, топовая версия IBM PC стоила 3 тысячи долларов. И тут уже понеслось. Архитектура X86 из временного решения стала стандартной индустрией. В 1982 году Intel выпустила сначала 80186, а потом и 80286. Все меньше отдельных микросхем, все больше функций внутри самого процессора. Это позволило сделать их производительней, а всю систему проще и дешевле. На 80286 выходит второй эпохальный компьютер IBM PC-AT. В Intel понимаешь, что теперь достаточно делать совместимые чипы, постепенно наращивая количество транзисторов и уменьшая техпроцесс. Все большее число производителей отказываются от сомнительных разработок и переходят на чипы Intel. Индустрия в кармане. В то время многие компании получали от Intel лицензии на производство чипов. Ни крупные сборщики ПК, ни военные с правительством не хотели, чтобы их бизнес, да и индустрия в целом, зависело только от одного производителя. Поэтому настаивали, чтобы Intel расширяла свое производство за счет других компаний. И в 1982 году Intel и AMD заключают соглашение, AMD начинает выпускать свои варианты 80186, а потом и 80286. В 85-м Intel выпускает первый 32-битный процессор 803086. Почти вдвое большее количество транзисторов, 275 тысяч. Многозадачность. В те времена новые процессоры были в несколько раз производительны предыдущих моделей, а не как сейчас, на 10-15%. И тут руководство компании решило, что хватит кормить AMD и отказалось передавать спецификации новой модели. И даже разорвало договор. Начались многолетние судебные тяжбы, в течение которых AMD продолжала втихаря копировать микрокод чипов Intel, а та, в свою очередь, боролась за статус монополиста. Только в 2009 году компании пришли к примирению и даже заключили новый договор по взаимному лицензированию. А, ну и еще Intel заплатила миллиард AMD. А так вроде все. В 1989 вышел 80486, в котором было больше миллиона транзисторов, а работал он в два раза быстрее тройки. Впервые математический сопроцессор для операции с плавающей запятой был встроен. И тут возникла проблема. Во-первых, стоил он почти 1000 долларов, поэтому многие решили, что им вполне будет достаточно и 386-го. Во-вторых, из-за сложности чипов в первых партиях было очень много дефектных экземпляров и еще часть потенциальных покупателей решила переждать. А тут еще снова это AMD со своим AM486, который хоть и отличался уже по архитектуре, но опять содержал микрокод Intel. К 1991 году происходит еще одно знаковое событие. До сих пор покупатели компьютеров обращали внимание на марку самого ПК, но не особо разбирались, кто там сделал процессор, как он называется и вообще, что внутри этой жуткой коробки. И в Intel решаются на рекламную компанию Intel Insight, чтобы обычные пользователи поняли, что главная деталь компьютера — процессор. И выбирать стоит по нему. Кодовое название следующего чипа — P5, Intel планирует назвать его 586 и запатентовать название, но хитрое правительство к этому моменту приняло закон, по которому нельзя патентовать числа. И так в 1993 году появился Pentium — 3 миллиона транзисторов, техпроцесс 800 нанометров, частота 60 и 66 МГц. И вроде бы дело в шляпе, Intel снова впереди всех, но тут происходит досадная штука. Никому неизвестный профессор колледжа Томас Найсли задумал поделить одно число на другое, негодяй такой, и получил неправильный результат. Он долго думал, в чем причина, пока не понял, что это ошибка в процессоре. Написал Найсли письмо в Intel, а там почитали и подумали, что один такой случай — это не повод паниковать, а надо было. Уже существовал интернет, мир изменился, поэтому скандал разрастался с каждым днем. А поскольку стало понятно, что в Intel все знают, но ничего не предпринимают и не предупреждают, то все начали клеймить компанию. Даже крупные производители прекратили продажи моделей на Pentium. Смешно, но тогда Intel предложила поменять чип, но только тем, кто докажет, что ошибка им действительно мешает. То есть инженерам, профессуре, всем, кто занимался математическими расчетами. Ведь у обычной публики было мало шансов пострадать из-за этой ошибки. В итоге Intel понимает, что становится жарко и соглашается на замену дефектных чипов всем желающим. Компания эта стоила полмиллиарда долларов. В 95-м появляется вроде как замена Pentium, Pentium Pro, но потом Intel решает, что это будет скорее процессор для серверов и рабочих станций. 32-разрядный, 5,5 миллионов транзисторов. Вместе с процессором в корпусе была и кэш-память второго уровня. Из-за этого топовая версия с частотой 200 МГц стоила 2700 долларов. На базе Pentium Pro можно было создавать четырехпроцессорные системы. Представьте, сколько они стоили. Настоящей заменой Pentium в 97-м стал Pentium 2. Начали с 233 МГц, а в следующем году вышли модели с частотой 450 МГц. Тогда же появились серверные варианты, которые назвали Xeon, а также недорогие для домашних ПК, Celeron. В первых модификациях Pentium 3, которые появились в 99-м, было чуть меньше 10 миллионов транзисторов, а уже модель с кодовым названием Tuolatin в 2001-м содержала 44 миллиона. Правда, она уже не продавалась в рознице, а поставлялась сборщикам ПК. Их выпускали как в виде картриджей для разъема слот-1, так и для сокет-370. В этом случае кристалл Pentium 3 располагался в открытом виде на подложке. Сверху было защитное покрытие, но неосторожная установка кулера могла привести к сколам, так что существовала опасность купить с рук такой колотый процессор. Еще Pentium 3 запомнился тем, что стал процессором для игровой консоли Xbox от Microsoft, правда, для этого ему урезали кэш второго уровня. Но к тому моменту уже был Pentium 4, в котором снова начались эксперименты. Вместо архитектуры с большим числом операций за такт, Intel разработала новую, попроще, Netburst. Условно говоря, Netburst — это когда вы сокращаете число продавцов в магазине, но заставляете их работать быстрее. И делаете подлиннее коридор для очереди. Все зависело только от частоты, Intel планировала довести ее до 4 ГГц, но, увы, выше 3,8 ГГц не получилось. Большое энергопотребление и тепловыделение — вот чем запомнилась технология Netburst. Ну, и еще тем, что Pentium 3 был быстрее. На замену ей пришел Pentium M, который стал основой для платформы Intel Centrino. В нее входил процессор, чипсет и беспроводной адаптер Intel. Применялась она в первых на то время легких и тонких ноутбуках. Энергопотребление — основная цель Intel в последние годы. Новые процессоры уже не настолько отличаются по производительности, но меньше жрут энергию и, как следствие, меньше греются. Линейка Core — это уже почти современность. Отказавшись от Netburst, Intel решила прекратить гонку за МГц и сосредоточиться на многоядерности. Так появились сначала двухъядерные Core 2 Duo, а потом и четырехъядерные Core 2 Quad. Позднее на базе архитектуры Core появилась новая — Nehalem. Именно с нее и начались Core i3, i5 и i7. От старой системы названий отказались. И правильно сделали. Параллельно с этим шла разработка и самого энергоэффективного решения для максимально простых и недорогих ноутбуков. Сначала появились урезанные версии чипа Pentium M, которые назвали A100 и A110. Но их производительность составляла желать лучшего, поэтому вскоре появились Atom. Впоследствии эти процессоры начали использовать не только в нетбуках, но и в смартфонах и планшетах. В 2011 появляется второе поколение процессоров Core, которое называется Sandy Bridge. Среди чипов — легендарный Core i5-2500K, который, например, до сих пор стоит в моем компьютере. Уже в следующем появляется Ivy Bridge, потом на следующий Haswell, потом Broadwell и так далее, вплоть до современного восьмого поколения Coffee Lake. Флагман Intel уже именуется Core i9 — у него 18 ядер и 36 потоков. Да, разница в производительности между поколениями не так велика, как в самом начале пути, когда новые чипы были в несколько раз быстрее. Но уменьшается техпроцесс, энергопотребление, не нужны огромные кулеры — все работает тише и не так греется. Совсем скоро мы должны увидеть новое поколение Canon Lake. Техпроцесс уменьшится до 10 нанометров. Человечество все ближе подходит к атомным ограничениям транзисторов. Что будет дальше — посмотрим. Эпичный труд закончен. Ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова